Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас не в городе Куроктианапа. Мы находимся по пути в Новороссийск. Примерно около 30 километров. Нам надо проехать, чтобы попасть в одно из прекраснейших мест для времяпровождения и развлечения. Здесь есть вейкборд. Можно покататься на ровной воде на сапах, научиться на них ходить. Думаю, многим это будет важно. А также здесь есть эндуро-прогулки. Вы можете научиться с нуля ездить на мотоцикле и отправиться в путешествие с профессиональным инструктором. Что мы сегодня с вами и сделаем. Я вас приглашаю в Вейкбро Парк. Всем привет! Меня зовут Михаил. Я являюсь инструктором по вейкборду в нашем вейкпарке Вейкбро. Мы находимся в хутор Ленинский путь, улица Западная, 1А. У нас есть оборудованная парковка. Мы находимся в нашем офисе. Здесь находится достижение всех наших спортсменов, которые катаются у нас. Мы работаем с 9 до 20, а также можно у нас разместиться в принципе круглосуточно. Есть база отдыха, в которой есть обустроенные домики. Также можно разместиться с палаточками у нас на свободных площадках. В нашем парке есть ряд разных мотоциклов для девушек, для детей, для мужчин. 6 мотоциклов крупного калибра, 2 мотоцикла для девушек или для детей. Есть переодевалки и душевые. Это комната хранения оборудования. Всю экипировку мы вам предоставляем. Здесь хранятся как и доски, так и защита. Это наш бар. Здесь вы можете выпить прохладительные напитки, перекусить и посидеть в тенечке. Либо под кондиционером. Здесь по вечерам мы устраиваем кинопросмотр и ставим сюда проектор. Это наш основной водоем, в котором мы катаемся на сапбордах, на вейкборде. У нас расположены 2 реверсивных лебедки. Одна для начинающих райдеров без фигур. И одна с фигурами для более продвинутых райдеров. К вейку мы вернемся немножечко попозже. Я уже посмотрел, как ребята тут обучаются, раскатывают и как катают профессионалы. Это прям восхитительно. Мне очень понравилось. Сейчас пойдем смотреть, как наши уже переделись. Вот первый райдер идет. Пойдемте знакомиться. Ты точно кататься собралась? Не в космос? Не, я и в космос не против слетать. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Оксана. Оксана, ты сегодня будешь впервые садиться за руль байка. Это так круто. Я надеюсь, она выживет. Надежда умирает последняя. Но посмотрим, как у нее получится вообще катать на мотоцикле. Если что, поедет с нами. Если нет, то она останется под руководством инструкторов пытаться научиться ездить хорошо на байке. Это наша беседка. Здесь мангальная зона. Можно пожарить шашлыки, отдохнуть палаткой. Также у нас есть сап-борды для того, чтобы вы покатались на воде. Это у нас экипировочная. Здесь мы выдаем шлема полностью защиту для людей, чтобы обучаться эндуро. И вам всем здравствуйте. 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 Здорово не виделись. Представьтесь, пожалуйста, начнем с тебя. Сын моего отца. Я Тимоха. Сколько тебе годиков? Двенадцать. То есть 12 лет он сегодня попробует выйти на маршрут. У него опыт катания есть благодаря папане. Представься тоже. Максим. Максим, лекарь всех машин. И да, сколько тебе годиков? Двадцать четыре. Мы готовы, в принципе, отправляться. Всем привет, меня зовут Константин. Сегодня мы с ребятами, которые приехали ко мне в гости, поедем на первый классный маршрут двухчасовой. Семигорская смотровая, самая высокая точка Семигоря. Поедем мы в полной экипировке. Будем обучаться ехать в строю. Первые навыки у кого-то будут сегодня какие-то в горных, скажем так, степях. И, соответственно, мы доберемся до точки назначения. Посмотрим на всю нашу красивую природу и вернемся обратно в целость и сохранность. Вот в таком формате теперь я выгляжу. Меня полностью экипировали. Это мой шлем. Ну, а дальше мы идем к байкам. Там уже наши ребята во все тренируются, раскатываются. Пойдем посмотрим, что у них получается. Ну, а здесь катают на вейке тоже во все. Тут ребята прямо на поле. Раскатываются, пробуют, что у них получается. Сейчас поедем, посмотрим. Вот они наши байки, которые остались. Остальные уже уехали. У нас полноразмерная эндуро. Двести пятьдесят кубов. Присаживаемся. Все классика, как на всех мотоциклах. На руле у нас ручка сцепления, ручка переднего тормоза. Суперблат. Мы можем смотреть скорость, переключение скоростей, температуру и все остальное. Тормоза у нас задние, передние. Работаем двумя тормозами, пронажимая двумя одним пальчиком. Здесь то же самое. Работаем аккуратненько, пронажимаем и всем остальным. Переключение скоростей. Заводим. У нас есть кикстартер, кран-стоп, ключ. Зажигание включили, кран-стоп выключили. Заводим. Сцепление выжали, скорость нажали. Все. Просил сцепление, ополняю. Просил сцепление, ополняю. Перед выездом мы здесь проходим инструктаж. Смотрим на ваши навыки по полю. Оксана у нас подъедет пока по слабому маршруту, чтобы полегче было. Мелуха у нас. Полетел. 12 лет, ребята. Со второго раза прям. Огонь. А ну сейчас посмотрим, как у Оксаны получится. Вот этот мотоцикл, он сейчас автоматом, она полетела просто. Слушайте, огонь. Впервые на байке вообще, ребята, села. И Тимоха. Вау. Мы все проверили свои силы. То есть принято решение, что все поедем на один маршрут. Как те байки? Огонь. Я чувствую, что будет интересно. Это самое главное. Ты слышишь, что у тебя сын остановиться не может? Да ты что, он взорвался. Наконец-то, а то папа только на большом давал. Папа большой, да, он на нем плохо. Вот пикбайк ему, конечно, сейчас за счастье. Просто кайф. Ну все, папа, копи деньги. Да, уже коплю. Я думаю, какой еще один кредит дать. Какую почку сдать в аренду, да? Последнее приготовление. Мы, ребята, отправляемся на маршрут на самую высокую точку Семигорье. Я думаю, что будет очень интересно. По пути будут вставки с нашими путешествиями. Поехали вместе с нами. Все, дамы и друзья, мы на первой смотровой. У нас вот такая вот красота. Семигорская смотровая. Тут топовые эмоции, да? Как вам? Да все, уже пропустил, я уже рассказала. Ну вообще, понравилось, нет? Конечно, понравилось. Это только, только, только. Круче, кстати, чем квадроциклы, или что тебе больше понравилось? На матиках, круче. Ну вот так вот. Первый опыт, ребята, может стоить на горе. Это, конечно, прям... Вау. Так, спрашиваем у нашего ребенка. Как тебя? Нормально, классно. Пока живой. Дрисный истек. Папа, тут и добрый, блин. Ну, тебя не спрашивают, у тебя опыт колоссальный. Прям огонь нереальничая. Особенно компания большая, кататься по пересеченке. Я не понимаю, что испытывают те, кто катается по песку. Ну, просто это, ну, такая дичь полная. Когда здесь горы, камни, виды, красота. Такие маршруты сквозь деревья. Короче, не ездите по пляжам, наверное, вдруг катайтесь. Вот, вот. Да. Просто кайфуем. Мы на Поконном кресе, я думаю, что проезжая в Новороссийск, вы его все видели. Он после Натухаевской находится. И вот туда дальше уже вид. А начинали мы маршрут вот, вот там вот хозер, видишь, вдали где-то по всем этим полям, везде прокатились. Очень круто. И наша бригада готова отправляться дальше, ребята. На первой скорости тихонько спускаемся. Сцепление не выжимаем. Тормозами работаем. То есть она будет узкая, камнистая, такая резкая, небольшая. Потом будет у нас лесной коридор, там на второй, третьем можно уже поработать хорошенько. И опять резкий спуск, метров 40-30. И сразу резкий поворот налево, такой по дугам. Аккуратненько, медленно его проходим. Клин не тормозим, спускаемся плавно, работаем скоростями и работаем тормозами. И наша группа едет на старт. Оксана. Тимофей. Максим и Евгений. Просто с квадроцикла можно было снимать. Здесь только вот в таком формате. В общем, мы кайфуем. Пошел я за своим байком. Ребят, ну эмоции, честно, зашкаливают. Я не ожидал, что настолько кайфует. Потому что я катался, ну там чуть-чуть по городу, чуть-чуть там на плавни анапске выезжал. Здесь по горам это, конечно, прям мега круто. Приходится приостановиться, обгонять всех, чтобы показать, как проезжает. И пошла. Кайф. Мы сейчас только что проехали через лес, где деревья смыкаются, такая узенькая дорожка. Там на квадрике бы не проехали. И вот этим эндуро, конечно, выигрывает. Фух, ребятки. Вот он, очередной кайф. Кайфанули. Мы поднялись сюда, все вместе, на самую верхнюю точку, с которой Семигорье растыки. Видно всю красоту, всю на Тухаевскую. Сегодня она по дымке, там слишком жарко стоит. И здесь есть тенечек, в котором мы можем сейчас спрятаться. Отдых. Смотри, как у нас тут специально. Диванчики. Диванчики даже есть. Вау. Посидеть, передохнуть, чуть-чуть самое то, в тенечке. Потому что, действительно, жара очень сильно дает. Ну что, ребята, ваши эмоции? Как вам такие покатушки? Как это же кайф. Жара, ветер обдувает, летишь просто. Фантастик. Вот большой молодец. Препятствия мне интереснее. Когда падаешь, да, что-нибудь такое? Когда кофе, там, грязь в лицо, жарко или холодно. Ну, вот это вот мы любим. Ты впервые села за руль мотоцикла. Как тебе вот вообще? Ну, нафигенно. Я не думала, что это настолько будет круто и просто. У меня еще классный такой учитель попал, что он так круто рассказывал. Я все сразу поняла. У меня все сразу получилось. Я взяла и поехала. Вот этот подъем. Прям мы сюда уже приезжали ранее, но на четырехколесных квадроциклах. Сейчас вот приехали на мотиках. Совершенно другая экскурсия, совершенно другие эмоции. Для меня эндуро сейчас стал большущим таким открытием. То, что можно вот так вот действительно кататься под тем маршрутом, где, возможно, было раньше пешком либо на лошадях пройти. Но сейчас это быстро приехал, посмотрел вокруг. Единственное, что надо, наверное, было какую-то камеру на шлем брать, чтобы вам показать вообще этот маршрут. Невозможно и рулить, и снимать при этом. Выходим, можно отправляться путь-дорогу обратно. Как-то красиво смотрится. Столько сразу байков. Мы все живы. Здрасте. Все на месте, все вернулись. У всех все получилось? Кайфанули? Да. Да, да. Заводит за все. Супенька переодеваемся на вейкборд. Ага. Ты его хотел поблагодарить за то, что он тебя очень хорошо обучил? Да, спасибо большое за обучение. Как тебя зовут, еще расскажи. Его зовут Михаил. Запомни, пожалуйста. Я еще буду обучать, теперь расстанавливаюсь. Все мотики на месте, байки порадовали, ребята. Просто кайф, да? Это у нас было... Места вообще обалдительные. Двухчасовая прогулочка получается, а тут есть еще четырехчасовая, и самое кайфовое, это шесть с половиной часов, ребят. Это вообще съездить можно на топовое место. У нас на обрыве моря стоит домик йога. Это мечта. Вот по реальному говорю. Обязательно как-нибудь исполним. Да. Ты сегодня... Ты только сидела уже, ничего не делала. А ты на них посмотрите, всадники въедете. В путешествие, ребята, выдают каждому по две бутылочки 0,5 водички. То есть литр воды у нас этого достаточно. Вот на двухчасовую прогулочку нам оказалось. Я последнюю воду здесь допивал. Сейчас мы идем на бар, там нас ждут прохладительные коктейли. Каждому, кто приехал. А дальше попробуем вейкборд, ребята. Для тех, кто хочет пробовать, вот вам координаты. На всякий случай, если вдруг вы в описании не увидите их. Мото-прогулки, обучение эндуро, прогулки на саббордах, аренда саббордов. Вот и какие мы довольные все. Все, накатались, довольные, счастливые, классные, прекрасные. Варина, мохито. А это наш карточки. Все, уже готово? Ура! Что-то у них сил, походу, уже нет. Ура, да? Да, только отработали. Это реально вкусный мохито. Прям вау. Ценники, ребят. Есть утренние занятия. Абонементы на реверс без фигур. Можно увидеть, что под чем. И по напиткам, кофе, что сколько стоит. Вообще, по всем ценам, там, моментам, скидкам и так далее, звоните по номеру, который я вам показал на визитке. А также можно уточнить у ребят непосредственно по номеру телефона, который указан в описании и в названии. Сегодня у нас плотная запись клиентов. Люди катаются, обучаются новым трюкам, прыгают с трамплинов. Это у нас реверс для новичков, как говорил ранее. Сейчас мы попробуем встать на доску. Здесь нет фигур. Все максимально безопасно. Все покажу, научу. Трос. Вот эта штука с веревкой с палкой называется фал. Наша задача будет, когда мы сейчас спустимся в воду, занять вот такое вот стартовое положение. Доска перпендикулярно находится в сторону троса, ручки держишь перед собой. Когда фал начинает тебя тянуть, твоя задача в этот момент не подтягиваться, прям не тянуть себя руками, не упираемся в воду. Наша задача будет, вот как товарищ, который тебя поднимает, когда ты встаешь, вот сделать все то же самое, отдать ему плечи, он тебя поднимет. После этого переносишь вес на свою ногу. Какая у тебя впереди нога едет? Вот по разному. Ну, давай вот на левую ногу. Левую ногу сгибаем, ручку вот в сторону правого бедра отводим, доска развернется боком. Можно сейчас элементарно это вот сделать здесь, развернеться ко мне лицом. Представь все, что ты едешь на трос, встаешь из воды. Нет, боком. Перпендикулярно. Ага. Да-да-да-да-да. Вот ты встал, вес переносишь на левую ножку, а ручку тянешь вот сюда в сторону правого бедра. Прямо потяни сейчас. Оп, доска развернулась. На воде максимально это плавнее надо. Оп. Ручки держишь перед собой. Вот будешь тянуть себя вот сюда руками, будешь сразу падать. Руки можно тянуть в случаях, если баланс будешь терять. Вот сюда вот. Сюда потянешь, моментально трос у тебя в этот момент провиснет, и ты вместе с ним попадешь назад. Давай попробуем. Пока не попробуешь, не поймешь. Воду прям спускаться пока не будем. Поставь доску на воду. Твоя задача будет сейчас немного упереться. Носочки на себя. Упереться. Ручки перед собой чуть пониже опусти. Перед собой выпрямить. Вот в таком положении. Упираешься в воду, и первым делом, что делаешь, садишься на корточки, когда он тебя потащит. Готов? На счет три. Поехали. Раз, два, три. Не торопись. Упирайся в воду. Хорошо. Смотри, руки сразу на себя потянул. Ага. Надо понять. Сейчас не торопись. Встаешь, руки прямые. Руки прямые, всегда прямые. Кайтовая движуха пошла. Хорошо. Есть пара нюансов. Попробуй все делать поплавнее. Плавно перенес вес на пятки, у тебя доска поедет влево, если левая нога ведущая. Плавно носочки. Сделай вот такую плавную змейку. Чуть привыкнись. Здесь прям все на вейкборде максимально плавно. Ну что, как тебе? Панковый очень. Что лучше, кайт или это? Сейчас прям как мужик-русалка. Да? Да. Пойдем со мной. Я тебя наручу. Пахни хвостом. Здесь свой кайт. Здесь у тебя постоянная тяга. То есть, если на кайте она пропадает, появляется, появляется, пропадет, здесь постоянно тебя тянет. Ты знаешь, что этот промежуток ты проедешь и уже под него подстраиваешься. То есть, у меня опыта ноль. Благодаря сейчас инструктору я какие-то моменты дотягиваю как надо. И если я сейчас прыгну бэк-ролл, это будет просто космос. Саны, первые уроки. На двух ногах. Просто учат скользить. И руки подтянул, поэтому завалилось. Но все отлично получается. И здесь не работает инструктор. Вес на левую ногу. Выприньте побольше. Потом ручку сюда. И руки перед собой. Дает команда. Если бы она на прямых руках ушла, то у него бы сразу все получилось. Е-ху! Вот это да! Ребята, со второго раза она поехала. Смотрите, кто уехал туда в самый конец. Сейчас ее будут везти обратно. Кто уже профессионал? Вайка. Офигеть, как быстро она встала на доску. Вот все говорит у девчонок, получается гораздо легче, ребят. То есть они и кайту быстрее и легче учатся. Так же самое вот на лейке. Вот это фантастика. Смотрите, как инструктор работает. Сделаем, чтобы закрепить это. Встаешь, едешь, опускаешь левую руку, езжешься одной рукой. У тебя не получится вот так вот езжаться с одной рукой. А, я упаду. Да. Поэтому... И вот она едет уже с одной рукой. Офигеть. Вот это скорость обучения. И возвращение. Обратно Оксана уже на одной руке. Настоящий wakeboard. Покорение. Сейчас будет усложнение. Она должна будет присесть и докоснуться рукой. на доске. Вот так вот. Это чтобы она научилась загружать переднюю ногу тоже. Как насачка. Рейли сделать. Рейли сделать. Рассказывай, что тебе больше всего понравилось? Да мне все понравилось. Сегодня просто шикарный день. Сегодня жизнь, жизнь. Знаете? Это прекрасно. Слушайте, мне вейк прям очень зашел. Я сегодня понял, что я буду, наверное, на даче учить бэк-роллы, потому что они зашли мне. Местечко крутейшее. Вы сегодня увидели активный отдых нашей базы, вейк-бро. Всех научим, всех обучим. Приезжайте, будем рады видеть всех. Кайфанули от души. Если вдруг вы хотите тоже попробовать, ссылочки есть в описании. Можете зайти посмотреть, как ребята выкладывают свои какие-то достижения, как людей обучают, куда ездят, там, с маршрутов других. Тут, я говорю, мы показали на эндуро только один самый короткий маршрут. Есть еще 4-6 часов. И вот ребята сейчас укатили куда-то в сторону моря. Мы, может быть, попозже еще раз приедем прокатиться. В следующий раз это будет возможно сделать. Я лучше подготовлюсь, чтобы снять всю нашу поездку. Кайф, неверно. То есть, вот мы приехали, позитив, новые эмоции и хочется вернуться. Это самое главное. Плюс еще здесь есть и домики, и рыбалка. То есть, это уже там дополнительный отдых. Пожалуйста, адрес все есть. Можете сами приезжать и смотреть. Ну, или звоните.